привет всем вы на канале позитивный огород сегодняшнее видео я хочу сделать для того чтобы развеять сомнения если вдруг они у кого-то возникли насчет того что мы вчера откачивали не мед а сахарный сироп этими делами мы слава богу не занимаемся потому как есть у нас те люди которые всегда берут вот ну как так сказать только наш у нас покупают его постоянные клиенты которых не хочется терять так как у нас сельская местности как бы не такой обширный рынок сбыта иногда мы даже отправляли мед в куйбышев ближайший наш город и все отзывались только положительно но зачем мы будем обманывать людей отправлять ему сироп во вторых нам просто этим некогда заниматься потому как у нас много работы различной другой а это нужно какие-то делать поилки там и поить их сверху потому что сейчас домики они полные рамок с пчелами какие-то туда вставлять это все это не наш профиль просто-напросто поэтому посмотрите пожалуйста я сделаю вставочки о том какая у нас была погода шикарная просто шикарная погода и мед был натуральный привет всем вы на канале позитивный огород у нас стоит необыкновенная какая-то сильная аномальная жара несмотря на то что мы ждем от этого тепла но все таки так когда он такое сильное продолжительное от него немного начинаешь уставать и пчелам тоже очень тяжело выходит они вот так вот на прилетную доску интенсивно машут крылышками и пытаются понесить температуру в улье и ток открыт полностью открыт это верхняя круглая дырочка тоже открыто или все равно этого им недостаточно можете послушать как они шумят когда пчелы приносят нектар в нем очень много влаги большая часть это влага и соответственно чтобы ее выгнать и переработать нектар в мед они должны так вот интеллировать домик и тем самым прогонять вот эту влагу и в целом в связи с тем что на улице жарко и в домике тоже повышается температура и они пытаются теми или иными средствами с этим бороться приносят влагу даже бывает и раскладывают и такого по сотам всеми способами пытаются поместить температуру в улье чтобы сохранить свою семью и расплод пчелки наши уже устали от такой жары собираются так вот таким клубком внизу под домиком все пчелы которые участвуют в сборе меда в строительстве сот молодые в основном пчелы они вот так вот собираются чтобы не мешать чтобы как бы понизить температуру в улье они просто из него уходит сидят вот так под домиком могут до самого вечера просидеть и даже в ночь уйти так сидите ночью пока у температура в улье наверное пока место им не освободится вот и в этом домике тоже в двух домиках так они выходят где уже пчелы много повыпарилась так собираются цветы уже с яблони начали осыпаться лепестки все у вас груз тоже падает снег такой импровизированный засыпала все и сегодня у нас вот 25 мая ведь такая картинка челки не летают практически сегодня сейчас утро это около десяти часов на небе видите пасмурно все тучки ходят дождик сегодня ночью был наверное второй или третий раз и дождик всегда им нашел по ночам а это тоже очень хорошо когда дождик прошел а на следующий день тепло и тогда взяток просто шикарно идет и сегодня эти нет четко не летают если конечно было путь всегда такая пасмурная погода дождливая какая-то прохладно но дабы натурального конечно же его не было но у нас аномальная стояла жара каждый день 30 и за 30 было и пчелки носили мед и совершенно конечно не обижаюсь и не так далее так далее потому что сомнения могут возникать и они возникают даже у пчеловодов по тем или иным вопросам но что уж говорить о тех людях которые этим не занимаются могут у них конечно возник возникать сомнения потому что вообще совершенно без обид просто хочу вот именно доказать почему если у меня есть какие-то доказательства я не могу их предъявить я считаю что это совершенно нужно сделать и показать людям что действительно вот было так а сейчас у нас вот так если было всегда так то это бы не было поэтому такие вот дела и немного срезюмирую так сказать село маленькое село небольшое не хочется терять постоянных клиентов поэтому торгуем только честно честно продаю мед и продаем даже пчела синие тоже честно так сказать никого не обманывай они потому что ну это же не хорошо если мы продадим кому-то что-то плохое а нам под нас потом будет за это разными словами но это же это просто себе вредить зачем это неправильно поэтому всем кому видео было полезным понравилось подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всего самого-самого доброго